МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я убежден, что у нас все получится. Памятнику быть. За три часа прямого телеэфира на строительство монумента ангарщане собрали больше миллиона рублей. На страже мира. 71-ю годовщину со дня образования отметил ангарский промышленный полк. Я в этом коллективе недавно. Но коллектив очень дружный, мне нравится он. И мы с радостью пойдем 1 мая снова на этот весенний праздник. И наш 1 май. Как готовятся ко дню весны и труда ангарские медики? Я приветствую зрителей телеканала «Актис». В эфире программа «Местное время». С событиями дня вас познакомлю я, Елена Жерлова. Памятнику воинам-победителям-первостроителям Ангарска быть. За три часа в прямом эфире благотворительный телемарафон собрал свыше 1 миллиона рублей. В гости в студию телеканала пришли первые лица города, предприниматели и ветераны. Все призывали горожан внести свой вклад в благое дело. Мария Константинова подробнее. Первым гостем благотворительного марафона стал мэр Ангарского округа. Он и задал динамичный тон всему прямому эфиру. Ведь до дня города, к которому планируется открытие памятника первостроителям, остался всего месяц. А сделать надо очень много. Я убежден, что у нас все получится. Я вчера лично встретился с подрядчиком. Затяжка некоторая была вызвана необходимостью проведения конкурсных процедур для определения подрядчика. Но сегодня у нас решен главный вопрос – это с поставкой материалов. Все материалы будут поставлены в срок для необходимого благоустройства, для постамента. Это гранит, это облицовочная плитка, это элементы малой формы, это осветительные некоторые элементы. Поэтому главное напряжение, которое было у меня, как раз, оно касалось именно поставки материалов. В течение марафона все гости высказывали свои мнения в поддержку памятника. Их суть такова – монумент нужен. И это дань памяти тем, кто поднимал город в глухой тайге, порой в лютые морозы, ночуя в землянке. В студии телеканала «Актиз» побывали политики, педагоги и врачи, общественники и ветераны. А памятник этот нужен. Почему? Потому что памятник – это как символ победы народа, трудящийся масс, наш, городской, не только комбината 16, допустим, электролизно-химического и других предприятий. Но тут же были целый ряд других предприятий, которые трудились и создавали, чтобы наш красивый, могучий, потенциальный, с хорошей социальной сферой состоялся наш город. Поэтому этот памятник, он заслужит внимания, и его надо делать. Дело в том, что мой папа, Владимир Емельянович Матвеев, он первостроитель, он геодезист изначально. И вот та в композиции фигура, которая строитель стоит вместе с Теоделитом, я с детства запомнила вот этот строительный прибор. Очень много значит. И понимаете, для меня кажется, что это мой папа стоит, который более 40 лет отдал строительству объектов в городе Ангарске. Он уникальный, я бы сказала, заслуженный строитель нашего города. Для зрителей марафона были подготовлены сюжеты и зарисовки о достопримечательностях города, его самых красивых и знаменитых местах. Три часа эфира пролетели на одном дыхании. Вот сегодня мы подвели, сейчас буквально перед выступлением Марины Степановны посчитали, 1 миллион 60 тысяч рублей было собрано сегодня за день в общую копилку, которую мы, конечно же, уже подводим как итоговую, и на днях перечисляем окончательную сумму завода в Жуковском. Средства на памятник перечислили предприятия и организации, предприниматели, работники бюджетной сферы. Деньги будут направлены на производство и установку монумента. Теперь осталось самое важное – завершить все работы в срок до 27 мая. Мария Константинова, Антон Бархатов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Большую активность горожан сразу после проведения марафона отметил директор именного фонда «Новый Ангарск». Алексей Дудниченко сообщил, что в момент прямого эфира выросло количество СМС, с помощью которых люди пополняли счет именного фонда «Памятник». Кроме того, предложения о помощи поступали и в офис благотворительного фонда. На сегодняшний день поступает с утра прям большое количество звонков. Люди интересуются, каким способом можно перечислить средства. Активность увеличилась. Мы сейчас скрыли конверты, полученные в ходе телемарафона, и нами было посчитано 53 850 рублей, которые поступят на счет. На короткий номер 3443 можно отправить СМС со словом «Памятник» и указать сумму, которую вы готовы пожертвовать на строительство монумента. Сбор средств продолжается. К другим темам. С начала года государственный долг Иркутской области уменьшился более чем на 5 миллиардов рублей. Снижение произошло почти на 30%. Сейчас он составляет менее 14 миллиардов. О росте по всем направлениям сообщают сразу несколько региональных министерств. С начала года в Приангарье введено 215 тысяч квадратных метров жилья. По информации, на январь-март это в два раза больше, чем в прошлом году. В первых месяцах 2017-го вырос индекс промышленного производства. В сравнении с 2016-м годом он составил почти 105%. Также показатели прошлого года превышены и в сельском хозяйстве. Агрокомплекс произвел продукцию на 6,5 миллиардов рублей больше. Впервые за три года выросли объемы розничной торговли, общественного питания и предоставленных населению услуг. За два первых месяца этого года на миллиард долларов увеличен внешнеторговый оборот. Двое влюбленных в Ангарске ограбили квартиру и тут же попались полицейским. Происшествие случилось в 6-м амикрорайоне. Подозрительную парочку зафиксировала камера видеонаблюдения. Кроме того, мужчину и женщину, убегающих с охапкой вещей, на свой телефон снял очевидец. Эти кадры помогли правоохранителям оперативно задержать неудачливых воров. Ими оказались 34-летний ангарчанин и его 27-летняя подруга. За их плечами уже есть судимости. Теперь им грозят новые сроки. И швец, и жнец. 29-летний ангарчанин в одиночку организовал преступный бизнес. Операцию по его задержанию провел ангарский наркоконтроль совместно с фондом «Город без наркотиков». У предприимчивого дельца при обыске обнаружили 6 граммов марихуаны. А в съемном гараже в одном из кооперативов он соорудил настоящую оранжерею по выращиванию травы. В нем была оборудована теплица. Целиком стояло оборудование. Значит, там обогреватели, семена из Голландии и так далее, и так далее. На данный момент находятся под стражей. Дилер решил обойтись без посредников. Сам выращивал и продавал свой товар. Мужчина не наркозависимый, но ранее судимый за имущественные преступления. Минувшим вечером на улице Карла Маркса произошло серьезное ДТП. Иномарка «Тойота Олеон» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с отечественным ВАЗ-2106. Машина зацепила ей тягач с прицепом. В аварии пострадал водитель «шестерки». У него раны лица, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Мужчину доставили в БСМП. Виновник с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. По информации очевидцев, лихач был пьян. 27 апреля празднуется День образования воинских частей по охране важных государственных объектов и сопровождении специальных грузов. Сегодня 71-ю годовщину отметил личный состав воинской части 3466. Промышленный полк занимается охраной продукции АЭХК и ее сопровождением по территории нашей страны. Самые яркие моменты торжественного митинга в репортаже Яны Поповой. У простых обывателей, говорят военнослужащие промышленного полка, представления о работе воинских частей ВГО смутные. Однако именно эти войска обеспечивают спокойную жизнь горожанам. Военные охраняют объект государственной важности – Ангарский электролизно-химический комбинат. Не умаляя достоинств других войсковых образований, я считаю, что наши войска – это элита. Это не просто громкие слова, это действительно так. За каждодневным трудом нашим, ежеминутным, вот это спокойствие в городах, где мы охраняем важные объекты, она дорогого стоит. Сегодня военнослужащие показали гостям армейский быт и продемонстрировали боевые навыки. Это отражение нападений террористов, содержание торговцев оружием. А спецназ показал не только крепость духа, но и тело. Школьники так вообще наблюдали за представлением, не скрывая своего восхищения. Сегодня на нашем празднике присутствуют ветераны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Чеченской, войны Афганистана. Сегодня присутствуют представители дошкольных организаций, школьники, конечно, просто гости, представители администрации города Ангарска. Ну и просто старые друзья, товарищи, которые помогают нам в нашем легком труде, оказывают помощь именно водонослужащим, членам их семей. Приятной редкостью в праздник оказалось чествование обычных рядовых срочников. Два Вячеслава приехали с города Каннска Красноярского края. И именно сегодня, в годовщину создания частей ВГО, они заканчивают армейскую службу. За год ребята показали блестящие результаты. Сначала, да, сложно было. Смена остановки резкая, непонятно, что, где, когда. А потом привыкаешь же быстро, там месяца два-три. Потом все идет как масло. Проверить себя можно здесь, вывод какие-нибудь навыки, умения получить. Каждый день тренировки эти, ФП, физическая подготовка, огневая, везде участвовали, принимали участие. Я еще со школы хотел, сразу даже в эти войска хотел, потому что дядя служил, сразу рассказывал, мне интересно было. Я сразу здесь решил, что пойду. Уже 19 июня здесь состоится еще один не менее масштабный праздник. Промышленный полк отметит свой 60-летний юбилей. Яна Попова, Антон Бархатов, Местное время. Лучшие предприятия малого и среднего бизнеса, которые оказывают населению бытовые услуги по льготным ценам, получили благодарность от окружной администрации. В муниципальном конкурсе «Социальная услуга» приняли участие 13 предприятий. Это парикмахерские, еврохимчистки, фотосалоны, баня и ателье. В этом году перечень социально ориентированных организаций пополнила сеть магазинов и станций технического обслуживания «Автопрофиль». Им и достался диплом победителя конкурса. Ангарск – наш родной город. Сеть «Автопрофиль» здесь родилась и развивается вместе с городом, активно сотрудничая с администрацией в социальных проектах. Поддержка незащищенных слоев населения – это не разовая акция. На постоянной основе каждая станция «Автопрофиль» делает профессиональное обслуживание доступным для любого автовладельца. Всех, кто принял участие в конкурсе «Социальная услуга», отметили благодарностями мэра Ангарского городского округа и символическими призами. Для предпринимателей это прежде всего оценка их работы, направленной в том числе и на поддержку ангарчан с низким уровнем доходов. Город готовится к первомайскому шествию. На участие заявили 40 ангарских предприятий. Детали праздника обсуждались накануне на заседании оргкомитета. Традиционно возглавят колонну городской совет ветеранов. Затем пройдут работники окружной администрации и крупной организации города. У нас самое главное будет в момент начала формирования колонн. Это иногда возникает путаница по улице Карломарсова. Те колонны, которые выстраиваются, идут самые первые. У нас обязательно будут в этот день работать наши представители, которые, скажем так, будут следить за формированием и порядком. И мы, наверное, сделаем некоторые обозначения предположительного начала формирования колонны, по крайней мере, первых, наверное, 15 участников. В марше примет участие также духовой оркестр. 1 мая будет изменена схема движения общественного транспорта. Улицу Карла Маркса перекроют. Шествие закончится большим праздничным концертом с участием коллективов ДК «Нефтехимик». 500 ангарских врачей 1 мая примут участие в праздничном шествии. О том, как готовиться к Международному дню весны и труда, работники системы здравоохранения, мы расскажем в рубрике «Наш 1 май». В преддверии 1 мая врачам 28-й медсанчасти осталось лишь последние штрихи навести. Больше месяца назад для подготовки коллектива к празднованию Дня трудящихся здесь была создана инициативная группа. Сегодня можно уже с уверенностью говорить, что к шествию врачи МСЧ-28 готовы. Коллектив медучреждения в этом году объединится с медиками других лечебных организаций Ангарска. Таким образом мы возрождаем многолетние традиции участия в первомайской демонстрации коллектива медсанчасти. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить работников медсанчасти 28 и всех жителей Ангарска с 1 мая и приближающимся Днем Победы и пригласить всех принять активное участие. В поликлиниках и больницах города трудятся около 6,5 тысяч медиков. Для многих праздничный день рабочий и они останутся на страже здоровья ангарчан. Участие в шествии примут те врачи, у кого выходной. Как правило, эта колонна у нас порядка 500 человек из разных медицинских организаций. Крупные это около 170, но это не менее 50 человек, потому что здесь же еще с семьями и с детьми идут. И это уже традиционно много лет, и люди с большим желанием принимают участие. Это перестало быть принудительным. К ушки потрогаем, потрогаем, шарики порищем, порищем. Участковый врач-педиатр поликлиники 28-й медсанчасти Людмила Питых меньше года, как наблюдает детей из квартальской части города. И около 20 лет вообще в системе здравоохранения. Но независимо от места работы Людмила Ивановна всегда в строю первомайской колонны. Коллектив 28-й медсанчасти принимает активное участие в первомайских праздниках из года в год много лет. Я в этом коллективе недавно, но коллектив очень дружный, мне нравится он. И мы с радостью пойдем 1 мая снова на этот весенний праздник. Ветераны здравоохранения, среди которых медрегистратор детской поликлиники Татьяна Суворова, довольны, что с каждым годом первомай по-ангарски становится масштабнее. Многие медики, трудящиеся в 28-й медсанчасти, помнят его еще с советских времен. Во-первых, у нас эмблема была при Советском Союзе, МСО 28 было. Во-вторых, мы всегда шли с флажками и багульник у нас был. Готов флаг на рукавнике, шары с символикой МСЧ. Но главным атрибутом первомайского шествия, говорят медики, станут улыбки и хорошее настроение. Первомай все меньше используется как площадка для того, чтобы заявить о проблемах. И все чаще для того, чтобы провести выходной на позитиве и в дружной компании коллег. Ольга Атюбрина, Дмитрий Новопашин, Местное время. И на сегодня это все. Хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok